Доброго дня, уважаемые зрители канала Бурят Монгол Архэтен. Меня зовут Юлия Хазагаева. Это мой дебют на этом паблике в качестве журналиста, ведущей. Чего не скажешь о нашей гости, которую я хочу вам сейчас представить. Это профессор Мария Очергоряева, археолог из Германии, доктор исторических наук, активистка калмыцкого национального движения и, без привлечения, могу сказать, что одна из самых ярких вдохновительниц деколониального дискурса в России. Сен-Бена, Мария. Сен-Бена. Я ничего не наврала, все правильно. Но не профессор. Да, возможно, мы вам авансом это звание присвоили, и у вас все еще впереди. К тому же в России, по-моему, вернее, в российских республиках непаханное поле для науки и передачи знаний. И вся надежда на таких, как вы. Кто знает, да. Ну, то стаболтха, говорят калмыки. Ваш рот будет в масле. Это, значит, пожелание хорошей, сытой жизни, благополучной. Пусть так будет. Поговорить я хочу с Марией на тему национального достоинства. Как получилось, что люди нетитульной национальности в России стали самым расходным материалом в войне русского мира в Украине, в войне захватнической, как мы знаем. Как сложились вообще традиции отношения государства и общества к нерусским людям, как это в совокупности привело нерусские нации к такому кризису, когда люди не знают, кто они и чем они отличаются, не могут говорить о своем каком-то особом самостоятельном пути развития. Но самое главное, я бы хотела от Марии услышать реалистичные сценарии выхода из такого кризиса, что нам подсказывает мировая практика и чем может помочь деколонизация как способ восстановления справедливости. Но начать я хочу со статистики, то есть наши слова должны быть подкреплены данными. И вот буквально на днях аналитик Мария Вьюшкова подготовила свежие данные о том, что самыми лидирующими регионами по количеству погибших на войне в Украине являются именно национальные республики. Она использовала данные Росстата по трудоспособному мужскому населению, сопоставила с данными медиазоны о погибших. И в этом рейтинге, вернее антирейтинге, мы видим, что на первом месте традиционно расположена республика Тыва, где почти 67 мужчин, погибших на 10 тысяч трудоспособного населения. За ней идет республика Бурятия, дальше Алтай, Сахалин, Ненецкий автономный округ, Забайкальский, Чукотка, Магадан, Осетия, Хакасия. Как мы видим, в этом списке нет ни Москвы, ни Вологды, ни Санкт-Петербурга. А если вы не доверяете этим данным, давайте посмотрим другой источник. Это уже украинский проект «Хочу жить». Они сумели провести опрос среди россиян и выяснили, что в Москве и Санкт-Петербурге только 26% опрошенных знают среди своих друзей и знакомых о мобилизованных, тех, кто был мобилизован на войну в Украине, то есть отправлен туда насильственно. Значит, это 26% опрошенных. В Сибирском федеральном округе доля таких уже 34%, в Дальневосточном федеральном округе таких уже 45%. И, наконец, в Североковсказке, в Федеральном округе, там уже больше половины, 64% знают кого-то из своего окружения, кто был насильственно отправлен на войну в Украине. В связи с этим у меня первый вопрос к Марии. О чем нам говорят эти цифры? Как мы к этому пришли? Ну, это как раз то, о чем мы давно уже бьем в колокола, еще с сентября 2022 года. Это так называемая диспропорциональная мобилизация. Мало того, что мобилизация идет диспропорционально, вот по тем регионам, которые вы назвали, видно же, что за Уральскими горами у нас наименьшая плотность населения. А тем более уже дальше, Западная Сибирь, она еще более-менее заселена крупными городами. Екатеринбург, например, Западный Сибирь находится, там Новосибирск, Омск, они... А дальше-то вообще еще более редкое население и такой высокий процент. Но, кроме того, еще в 2023 году была опубликована такая BBC «Русская служба», статья Бессудного, в которой он тоже собрал большую базу данных и пришел к выводу, можно сказать, такому практически антигуманному. Он там установил цифры, что действительно... Проблема в том, что нерусских еще и отправляют в самые опасные места, то есть действительно, в буквальном смысле этого слова, используют в виде пушечного мяса. И поэтому и погибших, процент погибших в 100 раз больше, чем людям из больших городов. Поэтому, приведя такие страшные цифры и достаточно большую работу проделал, он почему-то пришел к выводу, что... А если брать в абсолютных цифрах, то все равно русских гибнет больше, чем нерусских. Совершенно не подумал о том, что русских у нас 120 миллионов, а нерусских у нас 30 миллионов. Я не знаю сейчас, как актуально, во всяком случае, около 100 и более миллионов русских, 30 миллионов нерусских. Это вот такая большая проблема. И сейчас вот очень хорошо, что в Южкове опубликовал новые цифры, потому что об этом писали и в западной прессе, об этом писали все наши медиа, издания деколониальные. Это такая большая проблема для нас. Вот эта диспропорциональная мобилизация послужила триггером вообще к созданию целой сети деколониального движения. Потому что именно с этого момента я лично тоже подключилась именно в это время, потому что мы провели большой митинг. Все народы Российской Федерации, кто был в Берлине, мы собрались и сделали такой протест, организовали. И с тех пор мы безустанно каждый день чем-то занимаемся в этом направлении. Это вот типично как бы для империи, когда народы и колонизованные народы, они используются в качестве такого вот ресурса. Как во время войны, так и в мирное время. Вы так много обозначили проблем, но я хочу как бы немножко, чтобы у слушателя была ясная картина, начать с самого деколониального движения. Кто мы такие вот национальные активисты? Если я говорю, что многие медиа, издания наши из республик национальных, они были и до войны еще уже действовали. Как развлекательные, как просто там по развитию языка, собственной культуры и так далее, как новостные. Но в основное большинство, вот именно сеть такая разветвленная образовалась, это вот теперь уже десятки, так сказать, организаций, десятки движений, групп, просто медиа, так сказать, изданий. Триггером послужило здесь пропорционально мобилизация. Вот именно тогда совершенно ясно, четко для всего мира и для нас самих стало ясно, что Российская Федерация, это не федерация, а империя, которая проводит по отношению к нам колониальную политику. Ну, с тех пор прошло уже два года, это движение развивается, мы многому научились сами, все, так сказать, каждый имеет свою профессию, где-то мы работаем, кто-то учится, но тем не менее, постепенно мы стали уже мыслить политическими категориями. И вот сейчас я могу сказать, что в этой сети деколональные движения образовались три направления. Первое, это у нас индепенденты, как мы их называем, это те организации и медиа, и группы, которые к целью своей деятельности ставят независимость национальных республик и регионов в том числе. Следующая группа, это так называемые федералисты, это те люди, которые тоже только наставят на улучшение, на ремонте, на подкрашивание существующей официально, как бы, на бумаге федерации, и причем в основном по лекалам, так сказать, москвоцентричной оппозиции. Основная масса деколониальных движений как раз не ставит целью вот непосредственно определенную цель-то, но в основном это организации, которые борются, и активисты борются за демократию, за равные права. Можно, конечно, вот деколониальное движение, выходцы в основном из национальных республик. У нас просто вот люди из Москвы там или из других крупных городов, в нашем деколониальном движении практически единицы, а остальные все, основная масса, конечно же, выходцы из регионов и республик самих. Вот хотелось бы тоже, как бы, коснуться терминов, чтобы уже знать, с кем и что мы имеем дело. Да, давайте. Нас называют деколониальные активисты. Ну, что такое деколонизация? Это восстановление исторической справедливости, потому что по отношению к нерусским народам было столько несправедливости, как в прошлом, как в настоящем. Если мы сейчас не добьемся своих прав, то и в будущем. Или вот если, как мы хотели назвать свое интервью, деколонизация – это возвращение достоинства народа, которое действительно попиралось ногами многие столетия. В целом, вот я хотела сказать, деколонизация – это, конечно, такое очень общее явление. Оно может быть деколонизацией сознания, деколонизацией философии, деколонизацией терминов, как научных, как политических, так и обыденных. Это борьба за равные права. Такой пример, как из, так называемой, профанной культуры, как мы говорим, обычной повседневной культуры. Например, часто люди используются у азиатчины. Вот это как символ дикости и все прочее. Поэтому, конечно, деколониальное сознание это отрицает. Необходимо, как говорится, учитывать, что в Азии живут такие же люди, как и везде. И тоже есть и демократичные страны, и недемократичные. Поэтому нельзя, как говорится, такими штампами, особенно в общественном пространстве, как говорится, разбрасываться. Я считаю, эту часть тоже очень важной. Я лично и мои соратники, мы больше занимаемся деколонизацией такой политической. То есть мы боремся за равные права наших народов и наших республик, за государственность, за самостоятельность наших республик. Условия национализма тоже есть такой коннотации негативного. Потому что, как и во всяком движении, можно сказать по-простому, есть националисты хорошие и плохие. Есть экстремальные формы национализма. Например, русские националисты. Их девиз «Россия для русских». То есть они действуют по биологическому принципу, то есть расовая чистота. Это вот смыкается с национально-социализмом, то, что называют в Европе, а мы называем в России, в Советском Союзе всегда называли фашизм. То есть то, что было в Германии под руководством Гитлера. Это деление людей по расовым признакам, по чистоте крови и так далее. То, значит, нормальный национализм на самом деле. Поэтому как-то избегают этого вообще слова говорить. Я просто хочу внести в ясность, чтобы и мои сотрудники, и слушатели, чтобы различали эти термины. Такие средне-нормальные националисты – это люди за демократию, за равные права всех народов. Ну, конечно, прежде всего за ту республику, и за права целой республики, со всем ее народом. Включая как бы всех людей, которые там живут, разных национальностей. Вот это вот разница между демократическими националистами и крайними экстремистами. В таком виде примерно, как говорится, общее поле борцов за восстановление справедливости и возвращение достоинства народов. Мне кажется, деколониальные активисты, они на самом деле возвращают настоящий смысл понятию национализма. Потому что национализм – это не ненависть, это любовь к своему и уважение к чужому. Собственно, на этом и стоит весь демократический мир. То есть желание своей земли и людям, с которыми ты рядом живешь, процветание, здоровье, светлого будущего. При этом ты признаешь, что все мы разные, но все мы равные. Да, вот хорошо, что мы заговорили на эту тему, потому что мы до этого еще, когда примерно вопросы обсуждали, я поняла, что я сама долгое время избегала этого термина. Но сейчас я как-то решила, что надо все обговорить открыто, и тогда будет понятно, что есть крайние, так сказать, националисты, а есть, так сказать, демократично нормальные националисты, скажем. Но, тем не менее, мне больше нравится, когда мы называем деколониальным, потому что, как я, например, чувствую по всем публикациям, я вообще слежу, читаю все, просматриваю, прослушиваю. И сама тоже пишу много и даю интервью. Я, в общем-то, считаю, что мы, вообще-то, боремся против колониального гнева. Поэтому деколониальное движение, мне кажется, наиболее нас больше отражает нашу деятельность. И тем более деколониализм, мне нравится, что ее можно понимать и в узком политическом смысле, и в широком смысле. Вот как я привела, значение слов и так далее. То есть в философии. Очень часто это тоже и наследие исторического прошлого, когда есть термины, понятия, которые, так сказать, не являются справедливыми. Давайте мы тогда поясним нашим слушателям, зрителям вот эти термины колонизация и империя. Это что, выяснилось только в последние два с половиной года войны? Или так, собственно, мы и жили вот в этом имперском устройстве? В чем выражается имперское качество России по отношению к нерусским народам? Дело в том, что если исторически смотреть, вообще с самого начала, русское государство, русское царство, тогда оно называлось, московское царство, оно начало завоевать на политику еще в конце 15 века. Первое завоевание на восток, это было в 1552 году, когда было завоевано, захвачено с третьего раза, с третьей попытки Иваном Грозным, Казанское ханство. Поэтому, если смотреть исторически, всем было ясно и в дальнейшем вся политика, потом уже в конце 18 века это русское государство официально стало называться Российской империей. То есть в то время это как бы считалось нормально. Была же и Римская империя, и Османская империя, и все они имели колонии. Поэтому всегда и официально называли Российская, царская Россия, это была тюрьма народов. Это действительно так. То есть народы были завоеваны насильственно, многие народы вели длительную освободительную борьбу, например, на Кавказе официально только 68 лет шла война, а на самом деле она фактически шла больше 100 лет. Там были уничтожены просто целые народы, настоящий геноцид проводился. Если в горах там, как говорится, уничтожали просто население, то вдоль побережья Черного моря вообще была поставлена задача освободить его, уже очень хорошие места, освободить их от местного населения. Вот под это и попали черкесы, которых просто 2%, по-моему, там народа осталось, и остатки ушли в Турцию, а самая-самая малая часть осталась на своей земле. Да, они были насильственно изгнаны. И это еще 19 века, это еще доставленские депортации. Те же буряты больше 100 лет тоже постоянно вспыхивали. Это была не постоянная движущаяся война, но она вспыхивала постоянно большие крупные восстания. То же самое в Башкортостане было. Башкортостане в восстании были прямо практически чуть ли не до революции. Постоянно происходили протесты. И поэтому насильно присоединенные народы жили действительно в тюрьме народов. И когда Ленин, так сказать, искал подвижников, он объявил, что после революции все народы будут равны, им обладать равными правами. И поэтому в революцию пошло очень много нерусских людей. И прежде всего евреев. Потому что евреи были самым угнетаемым народом. Если угнетаемые другие колонизованные народы жили хотя бы на своей земле, то евреям даже не разрешалось жить в больших городах. Была так называемая черта оседлости. Им нельзя было получать высшее образование. Поэтому они все были помощниками зубного врача или портными и так далее. То есть они были как бы в образованных кругах, но не были как бы самыми акторами этого процесса. И поэтому очень много людей пошло в революцию. Но когда революция произошла, вот это вот первый обман был. Когда вдруг возродилась идея единой и неделимой России. И когда большевики все-таки им удалось собрать всех и никого не отпустить, то народам пришлось довольствоваться вот этими автономными и союзными республиками, которые были установлены в Советском Союзе. И поэтому в какой-то мере Советский Союз ведь боролся за освобождение колоний в Азии, в Африке, на международном уровне. Почему? Помните, у нас еще со школьной программой, вы там молодая, может не помните, мы учили социализм в одной отдельно взятой стране. В результате, так сказать, Советский Союз пытался везде установить свои порядки. И поэтому он как бы якобы боролся за освобождение колоний. На самом деле он пытался их колонизировать сам. Отобрал у старых хозяев. Но, тем не менее, вот это реноме сохранилось до сих пор. И в левом движении, как на Западе, как в Латинской Америке, так и в Африке, левые до сих пор думают, что роль Советского Союза перешла и на Россию, Российскую Федерацию. Они без оснований, потому что Российская Федерация стала правоприемницей официально Советского Союза, когда он распался. Он распался на 15 республик. Одна из них была Российская Федерация. Российская Федерация стала правоприемницей. Поэтому уже в советское время было, так сказать, двойственно. С одной стороны, фактически они проводили колониальную политику на бумаге. И официально огромная пропаганда. На это тратились огромные средства и так далее. Проводили, что СССР – это оплот борьбы против колониализма. А можно уточняющий вопрос? А как вот житель, скажем так, средний нерусский житель Российской империи мог почувствовать на себе вот это отношение имперское? В чем оно выражалось? Выражалось того, что, так сказать, обещанное самоопределение, независимость не получили никто. Потому что сразу после революции, там, в 18-20-х годах у многих были свои республики. Была Кавказская республика, была Белорусская народная республика, были и другие народы все хотели самоопределиться. Это во-первых. Во-вторых, когда республики стали официально оформляться, то начались территориальные притеснения. То есть почти каждая республика, наверное, может рассказать конкретные какие территории, значит, терять. Хотите республику, значит, земли будет меньше. А то так автономная область будет. Вот у нас в Калмыкии так. Бедные есть у нас села, которые несколько раз, что называется, из рук в руки переходили. Да, вы хотите область. Сначала была область, она была значительно большая. Практически на правом берегу Волги совпадала со всей территорией, ну, еще в царское время, которая принадлежала калмыкам. А на левом берегу, конечно, урезали. Там были, так сказать, еще пастбища, где могли бы пасать скот на левом берегу весной. А потом, когда захотели, стали наставить на республике, хотя бы автономной, то тогда сказали, ну, тогда меньше земли. И, значит, урезали. То есть в этом уже проводилась колониальная политика. И сначала у нас целый самый благоприятный кусок на Еврейской возвыдуции был забран, ремонтненский район так называемый. А потом уже такие выходы к Волге были урезаны частично. Вот. Таким образом, вот это территориальное наиболее, как говорится, откровенно. Я думаю, что представители других, например, в наглядный пример, та же ваша Бурятия, которая в настоящее время вообще в трех административных регионах на год проживает, разделен. Буквально колониальный принцип разделяя и властью, чтобы нигде буряты не составляли существенное большинство. Полосное заселение крестьянами в центральной части России, да, чтобы вот разбавить население. А как, можно еще вопрос тогда, как культурно и экономически вот люди могли ощущать имперский строй России на себе? Люди тогда этого, как бы, может быть, не осознавали, хотя, конечно же, были всякие протесты. Тем не менее, это вот так вот делалось из-под воль. Потом, например, в чем вот проявлялось в советское время? В советское время, советский союз, надо сказать, не проводил такую откровенную колониальную политику, как сегодняшняя Россия. Они все это завуалированно делали, под дружбой народов подавали это все. Например, та же наша песня «Мой адрес ни дома, ни улица, мой адрес Советский Союз». И проводилась такая идея единого советского народа. Это, так сказать, вот самое, так сказать, покушение на идентичность народов, когда всех приравнили к одинаковым. Но в том числе русский народ был наравне с другими. Это надо отдать должное. В Советском Союзе они считали, что вот русские наравне с другими составляют основу советского народа. И, естественно, и в культурном отношении это проводилось. Потом были всякие перемещения, переселения народов. Яркий пример депортации. Например, 13 народов, тотальная. А сколько людей, когда был большой террор, вообще полстраны. Не зря Анна Ахматова писала. Это время, когда улыбался. Только мертвый, покойствую рад. И ненужным привеском болтался возле тюрем своих Ленинград. То есть Ленинград, Москва тогда тоже пострадали очень сильно. Потому что самая интеллигенция, ученые, артисты и другие люди были тоже репрессированы. А еще 13 народов были просто по национальному признаку. Это уже геноцид. Когда по национальному признаку все до единого. От грудного ребенка до стариков были выселены. Навечно, как тогда формулировалось. То есть проводилась такая русификация. Это была политика Советского Союза, да. И люди даже не понимали. Например, буквально на днях произошел у меня разговор. Знаете, ведь в ГДР стояли советские войска. Люди говорят, вот и мой муж служил в ГДР. Я говорю, вы знаете, что ваш муж в это время в ГДР был оккупантом. Вот. Это было новое видение. Они сказали, да, действительно. Я, например, лично заметила. Я много ездила по России. Я заметила, что в Германии служили в основном не русские люди. Из деревень. Вот эта женщина вчера, она была с украинской деревни. Из Западной Украины. И я даже знаю, почему. Не посылали детей профессоров из Москвы, Питера. Потому что эти люди были достаточно информированы, чтобы понимать, что советская армия стоит у Брандонусских ворот в качестве оккупанта. Тем более, что когда были там восстания против без акцию, как немцы говорят, то есть оккупации. Без акцию – это оккупация. Против оккупации. То тогда вообще ходили с плакатом «Иван, иди домой». «Русские, идите домой». И так далее. И поэтому посылали туда людей из глухих деревень и нерусских. Потому что они по-настоящему не понимали и очень даже гордились, что их послали в Германию. Таким образом, неосознанно, наши люди становились орудием в руках вот этой имперской политики. Потому что Советский Союз не только свои народы, 15 республик, экономные республики внутри проводил канонную политику, но и вот эти так называемые страны Восточного Блока. Это Болгария, Румыния, ГДР, Польша. Вот над ними всеми тоже ведь у них стояли, стационировали советские войска. Они были оккупированы. Давайте тогда вспомним еще такую культурную колонизацию, как лишение наших народов письменности. И, по сути, запрет использовать свой язык. Это да. В Советском Союзе, значит, ну ограничивали. Вначале, например, вот как мои родители учились, они вообще учились полностью на калмыцком школе. Если бы не депортация, то эта традиция, может быть, продержалась бы дольше. Но когда уже вернулись, то вот ввели такую квоту только два урока в неделю. Его учили только дети, которые калмыцкой национальности. И, конечно, это было достаточно мало, но, тем не менее, пока был Советский Союз, была работа у нас в республиках. Вот отличие российской, сегодняшняя Россия и Советский Союз в том, что Советский Союз все-таки обеспечивал людей работой в республиках. То есть строились какие-то предприятия, на которых люди работали, получали зарплату и оставались дома с семьями. И сколько я помню, пока не было трудовой миграции, в калмыкии у нас все равно. Даже хоть два урока в школе было, но в быту все люди разговаривали. Многие разговаривали по-калмыцки. И даже наши местные русские тоже. Некоторые старики разговаривали, и многие знали и понимали калмыцки. Потому что просто народ был на месте. И поэтому Советский Союз проводил эту колониальную политику. Иногда жестко, иногда нет. Но, в общем, она была продуманной. Не случайно эти территориальные урезки были. Везде между национальным республиками мы же практически не имеем общих границ. Вы обратили внимание, что наши республики не имеют практически общих границ? Между ними всегда анклавы русских территорий сделали. С одинаковыми климатическими природными условиями специально. Чтобы было всегда альтернатива. Если что-то хорошее, то строить в русском регионе, но не строить национальную республику. Тем не менее, еще в советское время при плану экономики было как-то, хотя бы народу, не было этой жуткой трудовой миграции. Поэтому Советский Союз был империей. Но такое, знаете, рекламировалось совершенно другое. Поэтому, конечно, многим мы не осознавали, что это имперская такая политика. Но совсем дела стали хуже уже после распада СССР. Я вот проследила законодательную деятельность Российской Федерации. И пришла к выводу, что распад Советского Союза, когда республики союзно отделились, потому что вот в Конституции СССР было написано, что союзные республики имеют право выхода из союза. Это же был союз равный советских социалистических республик. И поэтому они безболезненно смогли отделиться. После этого, значит, правительство в Кремле сделало хорошие выводы, я так поняла. Потому что сразу в декабре 1991 года, 26 декабря, Совет Республики Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования государства Советский Союз. А уже в феврале 1992 года, буквально через несколько месяцев, был принят закон о недрах, по которому недра и полезные ископаемые являются государственной федеральной собственностью. И все разработки ведутся только федеральными организациями или фирмами, которые выбирает федерация. И плюс все налоги, налоги на полезные, на добычу полезных ископаемых, НДПИ, стопроцентно идет в федеральный бюджет. Так это вот было грабеж среди белого дня практически. И вот этот закон как-то вот так быстро прошел. И депутаты, это же был все-таки 92-й год, тогда были демократически избранные депутаты. Это еще Ельцинская эпоха. Тем не менее, они этот момент пропустили. Пропустили также, когда принимали уже Конституцию. Вот это было в 93-м году Конституции РФ. И там уже не было статьи о праве выхода республик из федерации. И даже вот недавно совсем из интервью Портникова я узнала, что оказывается большинство наших российских демократических депутатов было против того, чтобы страна называлась Российской Федерацией. То есть 21 республика как субъекты равноправно входят в эту федерацию, подписывают федеральный закон. А потом, оказывается, они наставили, чтобы государство называлось просто Россией. Депутаты национальных республик не могли ничего сделать. И тогда Портникова, тогда работал журналистом, и он сказал, в советское время были такие случаи, когда из зала заседания просто депутаты уходили, если с чем-то не были согласны. И тогда все депутаты национальных республик вышли из зала заседания. И только поэтому нашу страну теперь назвали Российской Федерацией. Вот им надо было почаще выходить из зала заседания и всем дружно и солидарно это делать. Тогда у нас, может быть, было бы больше прав. Вот, к сожалению, была принята эта Конституция. То есть вот это уже последовательно, колониально. Вот даже, чтобы доказать колониальный характер Российской Федерации, уже не надо не проводить большие анализы. Просто вот берешь законы и смотришь в календарном плане, как они были приняты. В 2000 году, это 7 лет спустя, а между принятием Конституции, в 1994 началась Первая Чеченская война, она шла до 31 августа 1996 года, а в 1999 году они уже начали Вторую Чеченскую войну, которая закончилась практически в 2006 году. То есть поэтому, конечно, республике в начале 90-х годов был шанс нашим республикам, так сказать, стать самостоятельным или, во всяком случае, расширить свои полномочия и статус. Но вот в таких условиях, когда начались чеченские войны, против независимой Чечни Россия начала войны, то, конечно, эти вопросы, само собой, отпали. Вот так вот в чистом виде развязаны были руки Кремлю. И вот уже в 2000 году, например, такое показательное постановление было принято о координации международных и внешнеэкономических связей с субъектов Российской Федерации, по которым фактически, можно сказать, запрещалось, хотя там было написано, что все международные, так сказать, договора и внешнеэкономические связи, в том числе и в области экономики, и бизнеса, и так далее, они только с соглашения федеральных властей, а именно Министерства иностранных дел, Министерства юстиции и других федеральных организаций, только с их разрешения. Таким образом, не только основной источник дохода. Россия до сих пор с сырьем торгует только. И поэтому республик сначала убрали право на добычу полезных ископаемых. Это грубейшее нарушение права человека. В любой декларации написано, что народ и люди, которые проживают на земле, они имеют право свободного доступа к ее ресурсам. Мало того, это право было отобрано. Так все было ловко отобрано. Налоги. То есть, если бы хотя бы они 50-50 делились, нет, 100% идет федеральный бюджет. Но откуда же у республик ресурсы тогда? Откуда республики могут быть богатыми? Поэтому при огромном богатстве природных ископаемых республики остаются без ничего. Плюс к тому, чтобы, не дай бог, им не пришла мысль, вдруг привлечь иностранных инвесторов, а это вполне было возможно, потому что у нас народы все разные. У нас, например, есть Монголия, Китай, Япония, Азиат. У нас есть у мусульманских стран свои, как говорится, близкие народы. Конечно, очень легко было бы инвестиции привлечь. Так это теперь вот этим постановлением мы эту возможность сразу закрыли. Поэтому уже в 2005 году Путин так осмелел, что уже называл распад Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой 20 века. Поэтому, если уже первое лицо государства так говорит, то о чем это говорит? Конечно, это уже Российская Федерация осталась до юра, то есть фактически на бумаге только. В нашей Конституции только прописаны какие-то права у нас. А де-факто республики сразу превратились в колонии. Причем бесправные. То есть без права добычи, без права налогов. НДС, например, самый большой налог, который количественно, так сказать, самый денежный налог, это каждый рубль на территории Российской Федерации, который получает этот налог, весь тоже идет 100% на федеральный бюджет. И под эти условия попадают, надо в справедливости, все равно сказать, не только республики, но и регионы. Но между регионами российскими и республиками есть принципиальная разница. У нас вообще не строится обрабатывающая промышленность. То есть вот исключением является Татарстан, Башкортостан. Только потому, что во время Отечественной войны очень многие заводы были переведены туда, они там так и остались. Это во-первых. Только у них есть перерабатывающая промышленность. Даже вот в Бурятии, например, добывается очень много полезных ископаемых, на которых люди там за копейки работают, а вся перерабатывающая в Иркутской области. Все вывозится сырье и там перерабатывается. Естественно, это же дает большую прибыль. Регионы также обложены. Мало того, что вот эти два основных налога, НДПИ и НДС, 100% идут в федеральный бюджет. А если суммарно от всех других налогов смотреть, даже наши калмыки примерно 65% налогов отдают в федеральный бюджет, которых могло хватить на бюджетников и пенсионеров этих денег, если бы они оставались в республике. Другие регионы, например, та же Якутия, я как-то специально этим интересовалась. К сожалению, это не официальные данные. Это мне люди говорили о компетентных финансах, которые работали в Министерстве финансового. 95%, например, Республика Саха Якутия отдают. Ну и регионы, например, Краснодарский край, мне они вот тогда по этим данным говорили, тоже 75% своих налогов отдают. Но тем не менее Краснодарский край живет намного лучше, чем Республика Калмыкия. Почему? Потому что там вся перерабатывающая промышленность и так далее, все находится там. А в Калмыкии ничего нет. Поэтому за время путинского правления в Калмыкии не открыто ни одно предприятие. Более того, каждый раз, так сказать, обходит стороной. Я уже приводила как-то других интервью пример. Например, порт Аля, морской порт, должны были строить на Каспийском море. Дворы должны были строить в городе Лагань у нас. Все документацию подготовили. Нет, его построили в соседнем Астраханской области. А Астраханской области, ее не было никогда до 43-го года. В одном указе, когда Калмыкия выселяли приказы от депортации, указ, то вторым пунктом шло образовать из двух районов Калмыкии Астраханскую область. Специально сделали такой анклав между Казахстаном и Калмыкией, чтобы туда всю промышленность ставить. У нас в Российской Федерации пять больших газоносных областей. Пятое называется Оренбургско-Астраханское. Так вот, эта Астраханская провинция газоносная, она вообще захватывает всю территорию Калмыкии. А почему-то она называется Астраханское. А завод по переработке газа находится в городе Астрахани. Вот вам, пожалуйста, реальная колониальная политика в области экономики. То есть у народа, у республик взяли не только тарелку, но и ложку отобрали. А чтобы, не дай бог, кто-то из-за границы не подал, так сказать, не помог, приняли закон, что без Федерации никто не имеет права заключать договора. Вот так вот комплексно шла эта политика. После того, как в 2005 году Путин назвал это крупнейшей геополитической катастрофой, уже начались постановления в области духовной культуры. Вот, например, в 2010 году был принят внесены поправки в закон об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации. Вот тогда было снято слово президент. То есть республики не имели права иметь своего президента, а только главу. Таким образом президентом мог только быть Путин. Исключение, по-моему, от Татарстана осталось. Только они, потому что, да, они отстояли свои права, но тем не менее в 2024 году их все же дожали. В 2018 году внесли вот самый закон 317 о внесении изменений в статье 1 и 14 об образовании в Российской Федерации, по которому изучение родных языков выведено из обязательной школьной программы и переведено в статус факультативный. И уже как корона, которая, так сказать, совершила этот процесс, вот 8 мая 24 года был принят указ 314 об утверждении основы государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения, в котором объявлено, что многонациональный народ объединяется в русскую единую культурно-историческую общность. То есть уже не русский народ наравне со всеми, как в Советском Союзе был советский народ, а все народы присоединяются к русскому культурно-исторической общности. Не надо ходить далеко, вот вам доказательство, колониальной политики. Поэтому, конечно, наше движение лучше называть деколониальным. Ну, я еще хочу дополнить. Получается, вот к этой экономической и культурной колонизации нерусских народов проводилась ведь еще политика такой дискриминации. И в Советском Союзе, и уже в путинской России быть нерусским, это, скажем так, скорее был недостаток, твой изъян, чем не то что это преимущество, а какое-то просто нормальное качество. Могли не принять на работу, просто могли оскорблять где-то в общественном транспорте, на улице. И никогда, по-моему, из-за этого никаких последствий никто не испытывал. Да, вот то, что мы говорим, неправильно фотокарточка, да? Все люди другой внешности, естественно, как в Советском Союзе, особенно вот в Российской Федерации, теперь вот последние 30 лет это приняло просто уже форму системного расизма. А почему в Советском Союзе было немножко по-другому? Потому что все-таки была коммунистическая партия, и там была запрещена межнациональная рознь. Поэтому, естественно, всегда пропагандировалась дружба народов и так далее. Хотя за этим фасадом, конечно, стояли свои, так сказать, проблемы. Это был только внешний фасад. Как раз миф о том, что народы в дружбе и в единении жили, это не совсем так. Хотя в быту, конечно, и до сих пор, и сейчас же, как бы, нет такого прямо явно выраженного протеста, каких-то открытых, да? Потому что вот подавлялось все. То же самое в Советском Союзе подавлялось. Начнем с того, что в 1953 году было восстание в ГДР, которое было жестоко подавлен танками. В 1968-м было в Венгрии, да? В странах вот Восточного Блока тоже были. В 1986-м было протесты в Алмаке, например. Вот это тоже самые крупные, когда выходили, я не знаю, вот, например, в Венгрии, там 200 тысяч человек вышло. Практически у нас в Калмыкии живет 240 тысяч. То есть вся Калмыкия, если бы вышла. Массовые были протесты, да? Они все жестоко подавлялись танками. Например, в Казахстане, я вот сейчас просто перед интервью глянула, да? 8 тысяч человек были только забраны в тюрьму, в заключении. Двум человекам вынесли смертный приговор. Еще двое погибли так. Да, это только официальные цифры. На самом деле все могло быть больше. Тысячи, почти 2 тысячи человек, 1750-80, что ли, человек были ранены. Причем очень тяжело, потому что их били саперными лопатками по голове. Черепно-мозговые травмы и так далее. Поэтому, конечно, за этим фасадом дружбы стояли такие вещи, в которой, конечно, не распространялась информация. Многие об этом не знали. Это сейчас мы уже все как бы знаем после перестройки стало известно. Кроме того, конечно, вообще они тоже были в Советском Союзе. Как бы люди первой категории, второй и третьей. Самое плохо было быть в Советском Союзе евреи. Почему-то их больше всего, так сказать, обижали. Потом шли лица кавказской национальности. Ну, а потом, конечно, мы, чурки, как мы нас называли. То есть у всех были обидные названия. Тем не менее, пропагандировалась дружба народа. Естественно, я тоже переживал, когда училась, что и в транспорте могли там, ну, в основном, правда, слава богу, пьяные люди там могли там, или в очереди где-то могли там оскорблять из-за того, что ты не так выглядишь. В России это стало уже вот, это уже ваше поколение, молодежь пережили, да. Ни одного дня не прожила при путинском режиме. Я уехала раньше, на год раньше, получила стипендию научную в Германию, и так я там и осталась. Часто бывало, потому что я вела научные проекты, вела раскопки в Калмыкии, поэтому я знаю об этом. В республике Калмыкия как-то не было так с этим системным расизмом. Но когда Калмыкии выезжали в Москву и другие города, конечно, они испытывали. Это да. Еще и системный расизм к тому же. Это вот все, так сказать, признаки колониального отношения к нашим народам. Мария, я правильно понимаю, что даже в советское время и даже в раннее российское время вот не было так плохо, как сейчас? Это верно, да. Потому что был вот сдерживающим фактором, была все-таки коммунистическая партия, которая могла вынести приговор, членов КПСС исключить или, наоборот, не принять. А это были признаки профессионального роста или карьерного роста, скажем, если ты член партии КПСС, то, конечно, карьерный рост был более успешным. Поэтому это был стимул, и поэтому в общественных местах это не культивировалось. А теперь это перешло уже, так сказать, на все уровни и во все слои общества. Раньше образованные люди этого не допускали, а теперь это вообще уже, как говорится, приняло салонный характер, как говорят. Давайте попробуем с вами построить такие сценарии будущего. Как дальше может сложиться судьба нерусских народов в России, если все останется как есть? Путин останется у власти, политический строй в России сохранится. На что можно рассчитывать? Ну, если сохранится, то, конечно, все останется так же, как и есть сейчас. Но дело в том, что мы-то надеемся, что не сохранится. И, честно говоря, вот у нас после революции в 1918-1920-х годах, был шанс народам освободиться. В 1991 году был шанс освободиться. Каждый раз империя разваливалась. Вот в 1918 году все-таки отделился, удалось тоже практически бескровно части Польши из царской империи выйти. И Финляндии. Но потом была Пинская война, конечно, уже перед самой Великой Отечественной войной. И поэтому финнам пришлось за свою независимость пролить кровь. Но все-таки в начале-то они отделились бескровно. И потом в 1991 году отпали вот эти 14 республик. То есть это уже был второй уровень распада империи. И, кроме того, очень большое значение, забывают об этом часто, ведь получили полную свободу вот эти вот страны Восточного Блока. Болгария, Польша, Румыния и так далее, которые в странах, страны СЭВ их еще называли. Они как раз прошли вот вторую стадию деколонизации. То есть они стали по-настоящему свободны. Я смотрел цифры, в это время там проживало 118 миллионов человек. Представьте себе, 118 миллионов человек стали свободными гражданами свободной Европы. И они уже даже забыли о своих годах, когда их оккупировали советские войска за это время. А 14 республик стали самостоятельно развивать свою государственность. И надо сказать, достаточно лучше, чем сама Российская Федерация. Вот сейчас, кстати, забыла сказать несколько слов. Хотела сказать о маскоцентричной оппозиции или критика Путина. Теперь говорят, оппозиции это те, которые внутри республики, внутри живут страны. Это оппозиционеры, а остальные все критики. Так вот, маскоцентричные критики, они ведь совершенно другую позицию занимают. Как я популярно для людей говорю, они хотят спасти единую неделимую Россию, а мы хотим спасти наши народы от единой неделимой России. Понимаете? Поэтому они не признают, например, диспропорциональную мобилизацию. В общем, все факты налицо. Ну вот это вот получается, что колониальным имперским сознанием страдают не только плохие русские, но и хорошие русские. Вы знаете, что их называют хорошими русскими, потому что они на Западе. Я только напомню, что их аргумент следующий, что мобилизация диспропорциональна не по национальному признаку, а по экономическому, что больше всего людей забрали из, собственно, экономически неблагополучных районов, и оттуда же больше добровольцев. Но опять же, если мы посмотрим статистику, то этими самыми бедными регионами и являются национальные республики. Вот да. То, что мы сейчас только что говорили. А почему они бедные? Потому что проводилась колониальная политика. И тем более, это вот просто, я же говорю, это бесчеловечно говорит, что фактически, да, погибло все равно больше русских, чем нерусских. Когда пропорции совершенно разные. И поэтому, конечно, это вот одно, так сказать, расхождение. А второе расхождение – это то, что хороших русских, в принципе, устраивает все, кроме Путина. Они практически хотят просто занять место Путина, а все остальное их устраивает. В том числе и национальное положение национальных республик. Вот. Они не видят в этом таких больших проблем. И даже слышал такое частое выражение «хоть как-то удержать территорию». То есть они не видят в нас людей. Они не видят народы. Не видят наши права на справедливые, равные права. Мы же не требуем больше. Поэтому это вот и есть имперское сознание. Иногда люди это делают неосознанно. Нельзя сказать, что все прямо такие специально это делают. Но на самом деле, вот в нашем… Конечно, русские тоже очень разные. Есть и по-другому мыслящие. Но все-таки вот это вот самые бедные, так сказать, лидеры оппозиции московской. Они ведь не осознают этого. Тот же Ходорковский. Пономарев, он тоже как будто бы больше всех осознает. Но тем не менее, он все время какие-то уловки придумывает. И вот у него на съезде как раз прозвучала эта фраза. «Хоть как-то удержать территорию». То есть они просто ищут такие пути, как бы нас снова еще раз обмануть, и чтобы хоть как-то удержать территорию. Потому что территория – это доходы. Это доходы. Да, никто не думает… Да, они борются за сверхприбыли, а мы боремся за выживание. Никто почему-то не думает, что тот народ, который угнетает другие народы, он сам никогда не будет не свободен и несчастлив и неблагополучен. По-моему, уже достаточно вот тот исторический кусок, который мы сейчас рассмотрели, показывает, что в России на территории никогда никто не жил по-настоящему свободно и счастливо. В принципе. Вот поэтому я говорю, вот если мы доколониальные активисты, мы боремся за право своего народа. И я всегда говорю, конечно, на самом деле, оптимально решить нашу проблему можно только, если мы получим независимость. Но поскольку мы не знаем, как все будет, то мы рассматриваем все варианты, на самом деле. Но самое главное, мы боремся за равные права всех народов на российском пространстве. Только тогда можно будет считать, что хотя бы одна из задач нашего движения доколониально выполнена. Потому что есть еще много других проблем. А на самом деле, это как, знаете, когда человек болеет. Конечно, можно пить таблетки обезболивающие. Но это же не вылечит болезнь. И сейчас можно какие-то меры принять, полумеры, и на этом остановить. Но по-настоящему, конечно, лучше сделать операцию. Это может быть, кажется, страшным и больным. Но на самом деле, этим мы навсегда избавимся от этой проблемы, болезни, так сказать. Вот если так популярно объяснять. Потому что государственность, собственно государственность, это как собственный автомобиль. Сел и поехал. Вот государство сразу совершенно по-другому. Или ты бредешь пешком, или ты сел на машину, погрузил свои вещи и поехал куда угодно. Нет у тебя чего-то, ты поехал там, взял, привез и так далее. Поэтому государство, оно очень убыстряет развитие народа. И поскольку у нас такая ситуация сложилась, что у нас есть люди, как бы колонизованные и колонизаторы. И хотя, как бы, нельзя сказать, я не хочу, как раз, такую межнациональную рознь делать. Это не то, что это не противостояние между русскими и нерусскими. Это противостояние между центром и регионами. Потому что русские регионы тоже подвергаются такому несправедливому распределению ресурсов. Это понятно. И они тоже из них выкачивают, так же, как из республик, людские и природные ресурсы. Просто у них немножко получше положение, скажем так, как титульная нация. Вот. И поэтому между центром и регионами уже одни привыкли эксплуатировать, а другие привыкли эксплуатироваться, быть объектом эксплуатации. Поэтому, если не будет проведена вот действительно просто независимость, то не восстановится, то мы так и будем в эти колеи двигаться. Одни в одной, другие в другой. Это психологическая такая уловка. Ее надо разрубить, этот угол. На самом деле, это вот оптимальное решение. Потому что каждый народ заслужил свою государственность. И поэтому сразу развитие и экономики, и народные инициативы, всего это сразу примет такое. Знаете, сейчас инициатива народа вообще подавлена. Потому что люди понимают, что ничего нельзя делать, вот ничего нельзя говорить, все это опасно. Люди просто тихо выживают, да, спрятав все свое сокровенное где-то вдалеке, в глубине. Хоть и путинисты, хоть и не путинисты, я еще не встретил ни одного калмыка, который бы не хотел развивать свою культуру, свой язык и свои обычаи. В этом мы все едины. Это сокровенная мечта всех народов, каждого. В том числе и русского народа. Потому что русский народ в процессе своей истории, он тоже потерял свою идентичность, так же, как и мы теряем ее. Потому что русский народ просто превратился в какое-то такое политическое оружие в подавление других народов. И поэтому они как народ тоже пострадали в этом плане. Может, кому-то это не нравится идея, но это объективно так. Поэтому русским тоже надо работать над своей идентичностью. Мы даже в этом положении несколько в лучшем положении. Я, например, замечаю, что вот в Калмыкии у нас много людей смешанных браков. Почему-то эти люди, дети смешанных браков, они всегда идентифицируют себя с калмыками. И я задумалась недавно, почему это так происходит. А потому что, наверное, потому что наша идентичность, она все-таки, знаете, нечто осязаемое, нечто видное. То, что они чувствуют это, нашу идентичность. А уже русской ее нет практически. Она как будто ничья, и она никакая получается. Поэтому они как будто этой идентичности больше себя идентифицируют с калмыцким. Вот к чему это все привело. Поэтому русский народ тоже не будет счастлив и благополучен, пока он не осознает свое имперское сознание, не откажется от этого позорного прошлого колониального и не захочет построить свое настоящее государство. Поэтому я думаю, что будущее России было бы хорошо, если бы много независимых государств. В том числе и Московия, или я не знаю, как ее назовут. Да, и в том числе и другие регионы, Ингрия, там, свободная Ингрия, там, Соединенный штат Сибири, там, Уральская республика, все что угодно. Ну и все наши 21 национальная республика, конечно же. И еще 4 автономных национальных округа. Вот. И поэтому это было бы тогда, народ бы развивался. Это как примерно, знаете, по-простому, если людям рассказать, как колхоз. Вот он большой такой, да, и толку никакого, да, люди работают, работают, ничего не имеют, а там наверху все делят. А вот если этот колхоз разделить на фермерское хозяйство, то каждый фермер, он будет от начала до конца ответственный за свое фермерское хозяйство. Сразу проснется вот эта народная инициатива, которая сейчас подавлена и практически парализована. Это, знаете, очень большая разница. Человек, который распоряжается своей жизнью, своей судьбой, своим хозяйством, чем тот человек, который постоянно ждет, когда из Москвы что-то скажут, или его поругают, или повысят должность, или дадут эту должность. В полной зависимости находятся. Поэтому я думаю, что это позитивно скажется на всем. Ну и у Москвы, наконец-то, не будет времени на войны. Она займется просто изысканием ресурсов для выживания и процветания людей на ее территории, по-моему. Да, конечно. И я думаю, даже в Москве не стоит беспокоиться. Они проживут сейчас век высоких технологий, у них образовано население. Вот. Мы, республики, тоже не боимся, так сказать, потому что, вы знаете, у каждой земли есть свои ресурсы, и, соответственно, этому ресурсу есть плотность населения. Если в Москве живет 20 миллионов, то у нас, в Калмыкии, живет 240 тысяч. Ну, поэтому у нас социальных проблем намного меньше. А территория у нас большая. У нас есть нефтепровод Тенгиз Новороссийск, который проходит. У нас есть добыча нефти в шельфе Каспийского моря. Если эти все налоги, как говорится, будут оставаться в республике, то хватит на эти 240 тысяч. И Москва выдумает. То есть, в принципе, шансы у всех равны. И вот я как раз об этом хотела сказать, что, когда образуются новые независимые государства, надо учесть такой момент, чтобы у Российской Федерации, чтобы не было законного правоприемника. Чтобы не повторить ошибку 1991 года, когда правоприемником Советского Союза стала Российская Федерация. Почему? Потому что именно это покажет, что вот с нуля все начнут одинаково. У всех равные права. Все начнут с нуля. Потому что вся недвижимость за рубежом, все эти представительства, посольства, огромные здания, это все в качестве репарации надо отдать Украине. И точно так же членству международных организаций. А новые независимые государства должны с нуля зарабатывать право войти в международную организацию. Именно потому что демократические свободы будут соблюдать, будут правильную экономическую политику проводить. Тогда примут и в Г7, и в ООН, и в другие организации. Вот тогда действительно это будет оздоровление всего пространства. И тогда все народы Российской Федерации, которые сейчас томятся в этой де-юре-федерации, и де-факто колониальной империи, они все будут благополучны. То есть мы, деколониальные активисты, в принципе, я вижу задачи движения, это действительно равные права для равных народов, для всех. Мария, а вот такой вопрос, который, скорее всего, возникнет в головах у многих слушателей, когда мы говорим о деколонизации и о выходе из состава Российской империи. Существует ли безопасный, бескровный способ выхода? Ну, конечно, существует. Дело в том, что, во-первых, это деколониальное движение работает для того, чтобы изменить сознание людей. Люди должны осознать. Это, во-первых. Во-вторых, есть законодательные моменты. Например, в данный момент, в результате поправок Конституции, в России российские законы поставлены выше международных. Но как только сменится власть, то, соответственно, как нормальное всякое государство, во все государства в мире, ну, за исключением не только России, там еще есть страны некоторые диктаторские, которых не соблюдается, но вообще у всех нормальных демократических стран международные права имеют приоритет над законами этой страны. Потому что это общие правила игры, поведения, скажем так. И как только международное право будет действовать на территории Российской Федерации, естественно, мы как колонизованные народы, и все колонизованные народы по декларации ООН имеют право на независимость. Я, например, только вижу вот такой законный или сознательный, так сказать. Есть же в истории случаи, когда сознательно, так сказать, предоставляли свободу другим народам. И даже Чехословакия, например, совершенно мирно, и по согласию обеих сторон они разделились на две страны. Мне кажется, еще этот процесс должен быть одновременным. То есть не одна какая-то Бурятия или одна Чечня собралась на выход, а все вместе уже подготовлены и осознанно предъявили свои требования. Да, да, то, что я говорю. Равные права для всех народов. Для всех народов просто. Равные права для равных народов. Ну вот у простых людей, может быть, вот такой страх возникает. А как мы будем жить? Но дело в том, что это как в Евросоюзе сначала будет. Поскольку все-таки мы как бы единый экономический организм, то, естественно, прежде всего вообще любая независимость, это прежде всего государство свое. А государство это прежде всего налоги. То есть сначала каждый регион, каждая республика оставит свои налоги у себя. И уже на этот бюджет они и будут рассчитывать. То есть у всех будет отдельно карман, как бы, да? Но жить-то будем так же, как и раньше. Если какой-то предприниматель, например, из Калмыкии, покупал молочную продукцию в Ставропольском заводе и продавал ее в Калмыкии, то это так и будет дальше продолжать. Другое дело, что со временем, возможно, ведут какие-то собственные национальные валюты. Но первое время, я думаю, все равно так же, как и сейчас, рубль будет действовать, потому что это невозможно быстро создать. Вот я просто наблюдаю за национальными республиками, Казахстаном, Узбекистаном, да. Они все постепенно вели свою валюту. Видимо, в этом есть экономическая, я все-таки не экономист, необходимость. Может быть, и у нас так будет, но первое время, естественно, все. Точно так же, как в 1991 году. Я хорошо помню, когда республики отделились. Но не было же никаких таких больших... Конечно, были какие-то трения и все прочее в экономической сфере. Но, тем не менее, продавать выгодно всем, покупать тоже. Поэтому этот закон работает дальше. Точно так же, как Евросоюз. У нас полностью экономические связи совершенно свободны, без границ. Только каждая страна располагает своими налогами, сама распоряжается и строит те правила и законы, которые на их территории действуют. Вот примерно так. Поэтому, мне кажется, не стоит бояться, что прямо границы, что же мы поставим забор и не будем друг к другу ходить. Нет, конечно, дороги, транспорт, так же все будет работать, так же будет идти жизнь, как всегда. Просто, так сказать, каждая административная единица начнет жить своей жизнью. Без этого побора с центра. А центр должен на свои налоги пытаться жить. Ну, с 20-ти миллионного населения очень много налогов они соберут. То есть, москвичам не надо бояться. Просто они вот, наши хорошие русские, они же борются за сверхприбыли. Как говорится, бывших олигархов не бывает. Я имею в виду Ходорковского. Он просто, как говорится, как и немцы говорят, лизнул кровью. То есть, он уже попробовал один раз эти сверхприбыли иметь. Поэтому, конечно, его тянет. Точно так же, как не бывает бывших кгбистов. Вот выбрали кгбиста, президента. Вот вам теперь мы как в тюрьме кгбшной получились. Да. Российская Федерация. Это легко объяснимо. А так, любая страна, и Москва проживет прекрасно на свои налоги. И все республики, и все регионы проживут на свои... Потому что там, где мало ресурсов, там и народу мало. Там, где много ресурсов, там больше народу. Это закон такой, социально-экономический. Давайте приведем еще какие-то реальные, позитивные примеры деколонизации. Та же Британия, да, с Индией и Эмиратами. Ну вот Британская империя, например, да, когда колониальные страны боролись за свою независимость, то Лейбористская партия, которая сейчас, кстати, тоже пришла к власти, как раз вот в июле Великобритании. Они же два раза выборы выиграли, потому что они провозглашали свободу колонии, требовали. То есть практически наиболее передовые люди Британской империи осознали необходимости. И поэтому они практически вот голосовали за Лейбористскую партию, потому что поддерживали идею освобождения колонии. Примерно так же должно произойти в Российской Федерации. Так сказать, наши москвичи все везде кричат, что это великая русская культура, мы самый великий, самый образованный, самый передовой, самый лучший народ. Но вот если докажите, что вы такие, тем, что признаете права других народов, равные права. Никто не требует больше права, чем другие, а равные права всех народов. Вот это и есть, это будет тогда признак действительно демократичности и прогрессивности московской оппозиции, понимаете? А так, когда у нас это не наблюдается, ну вот будем надеяться, что нам, доколониальным активистам, придется провести работу. Поэтому мне теперь как-то смешно, когда тот же Милов, там, Гудковый, да, начинают говорить, вот республики отделятся, они не смогут жить, у них вдруг установится диктатура. Потом Ходорусский приводил такое выражение, кущевские бандиты придут к власти. Хотя при этом я специально посмотрела в интернете, кущевские бандиты были русскими из Краснодарского края. А зачем они нам лепят, так сказать, национальным республикам? Я, например, просто мне смешно, потому что, ну если вы такие умные, ну у кого учиться? У вас диктатура, даже слово война нельзя сказать в Российской Федерации. Это вот вы теперь будете говорить, что национальная республика может получиться диктатура? Нет, я лучше спрошу монголов, у которых действительно демократия. Многие годы у них по участию женщин в государственное учреждение, они вообще держали первые места. Лет пять, вот несколько лет только они, по-моему, сошли с первых позиций. Пятое место, четвертое держали в мире. Поэтому в Монголии, так сказать, вот недавно совсем принят закон о том, что 34% от прибыли от добычи полезных ископаемых вообще будет перечисляться на личные счета граждан. Если у тебя есть паспорт монгольский, то, понимаете, вот у кого я хочу спросить, как нам строить будущие республики, но не у москвичей, которые создали такое страшное чудовище, которое подвергает опасности весь мир, грозит своим атомным оружием, ведет просто конвенционную полноштабную войну, убивает, насилует, грабит. И они будут учить других? Нет. Ну, это просто смешно. Ну, на месте них я бы вообще-то тихо молчала и смотрела. Я бы хотела спросить, например, Каракалпаков. В Узбекистане, когда в 23-м году президент хотел внести поправки, подобные там путинскому, и вычеркнуть статью о праве выхода республики Каракалпаки из состава Узбекистана, то там поднялись такие протесты, что в 2-3 дня это уже было решено. Сам президент приехал и извинился и сказал, я вот не знал, что это так важно для народа. Вот пример. Вот у кого мы должны брать пример. Как бы за свои права бороться, а не смотреть на того, чтобы слушать, как Гудков, Ходорковский будут нас учить, как строить демократию. А где ваша демократия? Если бы вы нам построили такую демократическую страну, мы бы были бы только рады, кто бы хотел бы уходить, кто бы хотел бы бороться за что-то. В том-то и дело, что вынуждены, это не то, что добровольны. Как я всегда говорю, знаете, что все наши республики очень разные. У нас 21 республика, но мы все, знаете, Лев Толстой когда-то сказал, счастливые семьи, счастливые одинаково, а каждая несчастная семья несчастна по-своему. Так вот, перефразирую и я скажу, каждая республика разная, но все мы одинаковы в своем несчастье. Это наш колониальный гнет. Поэтому мы не можем у москвичей учиться демократии. Они нам показали, что ничего они не смогли у себя в Москве построить. Мы же лучше спросим монголов, мы лучше спросим страны Балтии, как у них так удалось. Когда началась война, туда все русские побежали. Побежали в Казахстан, побежали в Монголию, побежали в Грузию. Значит, там лучше, чем при Путине-то в России быть. А почему тогда люди из Москвы будут нас учить, как нам строить демократические государства? Нет, мы лучше у других получимся. Спасибо, оставьте при себе свое мнение. Лучше наведите порядок в своей Москве. Мария, еще одно опасение, которое распространяет вот критики деколонизации, что ну вот вы освободитесь такие маленькие, рассыпитесь там на границе с Китаем, а он придет и вас и захватит. Ну вот на это тоже такой же ответ. Знаете, захватит Китай. Ну вот смотрите, Казахстан, Узбекистан, Монголия, они прям границы имеют общие даже. Ну, Казахстан и Монголия, например. Монголия вообще зажата между Россией и Китаем, да? И что они попали под влияние? Уже прошло 30, больше 30 лет, как они независимость получили в бывшей республике Российской Федерации. Ну, Монголия считалась официально, неофициально 16-й республикой, но тем не менее тоже за свое вот это свободное плавание без Советского Союза. Она тоже не попала под влияние Китая. Ну, почему же наши республики попадут? А вот на самом деле, самое страшное, почему-то не видят. А то, что Путин с Китаем, так сказать, в одном, как раз, ряду стоит и союз заключил, да? И действует вместе. Это же намного опаснее, когда такая огромная страна соединяется с такой большой. Но если даже у нас будет там, допустим, как сейчас говорят, 40 с чем-то республик, государство на бывшем Союзе, ну, даже, допустим, теоретически, одна из них попадет под влияние Китая. Ну, так это сильно усилит Китай. А если Российская Федерация сейчас попадает под влияние Китая, это намного опаснее для мировой общественности. Поэтому мне тоже вот странно, вот такие пугалки каждый народ все равно держит. И тем более Китай не проводит такую грубую политику, какую ведет Россия. На самом деле, почему-то никто не видит, что все страны бывшего Советского Союза, да, наши, они же страдают от того, что Россия постоянно на них давит политически. На ту же Грузию, на тот же Казахстан. Такая вообще, уже можно сказать, ведет роль играет хорошего мальчика Путина. В Монголии тоже. В свое время оказывали давление так, что среди зимы там перестали поставлять дизель в Монголию. И только через давление США пришлось это восстановить. Поэтому, конечно, они усиливают такую зависимость этих республик, давят на них. И поэтому благотворно скажется, если наши национальные республики, регионы получат независимость, то вот для этих 14 республик как раз наступит вторая степень доколонизации. Когда они так же, как 118 миллионов в Европе Восточной, они получили полную независимость, так и эти республики. Они будут торговать там с Калмыкией, с Бурятией, с Башкортостаном, с Татарстаном, которые не будут никогда оказывать политическое давление на другие страны. Потому что это маленькие страны. Они будут в основном сконцентрированы на том, чтобы обеспечить благополучие своих жителей. И никаких геополитических интересов не будут, так сказать, амбиции иметь. И потом, сейчас вот такая мировая тенденция за последние 30 лет, по-моему, я даже писала пост такой, теперь вот не помню. Там приведены факты, посмотрите на Voices of Nation, у меня в Инстаграме профиль. И там я писала маленькие страны. Есть такая тенденция, что в последнее время количество стран все время увеличивается. И даже сейчас наступило такое время, если государство не ставит целью давлеть или угрожать там всему НАТО, то маленькая страна имеет даже больше шансов быть более благополучной, когда у нее меньше даже населения. Поэтому не надо бояться, что мы маленькие. Если для того, чтобы просто жить и радоваться жизни вполне любой регион, даже вспомните, города-государства, там Лихтенштайн или что, которые вообще из одного города состоят, они-то живут, прекрасно живут. Я там была в Лихтенштайн, все у них хорошо. И поэтому в этом плане тоже не стоит бояться. Альтернатива – это полное вымирание, как я понимаю, просто. То есть нет другого выхода. Это не то, что от добра добра ищут, а просто вот сейчас уничтожена самая трудоспособная часть мужского населения. Это неродившиеся дети, это изъятый вклад в экономику, это просто человеческие жизни. Это чьи-то сыны, чьи-то мужья, чьи-то отцы. И этот след еще очень долго будет сказываться вообще на состоянии народов. Я считаю, что дальнейшее пребывание в этой же упряжке, оно просто самоубийственно. Вы с этим согласны? Да, мы не сохранимся как народ. Это у нас шанс теперь дать. Нам нужно сохраниться как народ. Потому что как каждый отдельно взятый человек, кто-то, может быть, живет, имеет дом, кушает, пить у него есть. Но дело в том, что как народ наши языки, наша культура, наша идентичность. И чем более разнообразный будет мир, тем он же богаче. На самом деле, вот смотрите, даже Китай не самая демократичная страна. Но тем не менее, когда у них была политика одного ребенка, то все нации, кроме китайцев, я распространялась только на китайцев. Я вот знаю, у меня в экспедицию приехал археолог из Синьцзяня, и он 13-й ребенок в семье. Мы очень удивились об этом. А вот всем нациям разрешено было иметь столько детей, сколько они имеют. Потому что даже Китай понимал, что богатство мира в его разнообразии. В России наоборот. Ведется до уничтожения практически физически. Вот калмыки, например, после депортации, вообще в Российской империи, например, количество нерусских было больше, составляли они там 70-80 процентов. А теперь наоборот. Это о чем говорит? Что русские расширялись, а нерусские, наоборот, уничтожались полномерно. Вот калмыки после депортации, например, свое, во время депортации погибли не каждый второй даже, а как бы больше процентуально. И поэтому довоенное свое количество восстановили только в 84-86 годах. Когда просто был беби-бум, вот только тогда. Это сколько времени понадобилось. А сейчас опять идет наоборот. В связи с войной, в связи с тем, что гибнут мужчины, молодые, как раз в такой возрасте, когда они заводят детей. Это, да, неродившиеся дети, это разбитые семьи и так далее. Это сироты, которые будут где-то и как-то. Давайте тогда резюмируем все вышесказанное и попробуем представить, как вообще чувствуют себя народы, которые осознают свою идентичность, имеют свое национальное достоинство. Ну вы знаете, недавно, я много слушаю вообще всяких интервью тоже, недавно Марголис такая, Екатерина, сказала, отказаться от идентичности, это все равно как отказаться от жизни в своем теле. То есть идентичность, она настолько важна для человека, на самом деле. Я думаю, даже это от природы. Идентичность — это ведь сумма таких вот разных свойств индивидуума или целого народа, который определяет его место в мире, на земле и внутри себя как бы. Это настолько важно, сколько вот случаев, когда сироты, которых вырастили другие родители, почему-то вот идут на всякие лишения, ищут своих истинных родителей, потому что они хотят понять, откуда они, они борются за свою идентичность. Даже маленькие дети, вы заметили? Когда неправильно произнесло имя, они прям добиваются обязательно, чтобы правильно произнесли имя. Вот это вот природой заложено, вот эта потребность собственной идентичности. И мне кажется, сейчас вот это состояние наших народов в Российской Федерации в результате колониальной политики особенно остро воспринимает наша молодежь. И в колониальном движении люди в основном молодые. Почему? Потому что именно они, как бы, знаете, еще такие чистые души, да, они понимают, у них вот такая тоска по собственной идентичности. Потому что они теперь, сейчас время такое, что молодежь ездит по всему миру и видит, что везде люди живут в согласии со своей идентичностью, говорят на своем языке, празднуют свои праздники, традиции, живут свободно. И вдруг они понимают, а чем мы хуже? А почему у нас не так? И главное, не стесняются быть теми, кто они есть, да. Да, и не стесняются быть такими, да. И поэтому наша молодежь сейчас особенно это осознает. Я это называю тоской по самим себе. И поэтому, конечно, молодежь всегда была передовая во всех, так сказать, начинаниях. И поэтому надо следовать их движениям. То, что требует наша молодежь, так и должно быть. Нам нужно возрождать, усиливать свою идентичность. Я лично отношусь к тому поколению, которое как бы сохранило свою идентичность. Но уже по последующим, конечно, было труднее. Поэтому они ездят по всему миру и видят, что народ это счастливый, когда они живут согласно своей идентичности, какая бы она ни была. Это ключ к счастью всего народа и каждого человека в отдельности. Я с вами согласна, что можно экстраполировать это и на личностный уровень. То есть человек счастлив только, когда он полностью понимает, кто он. У него тогда согласуется и экономическая часть его жизни, и профессионально он может состояться только в этом случае. А если у него в голове просто набор чьих-то чужих штампов, ему запрещено просто быть самим собой, то, соответственно, и в других областях он, как правило, неудачлив. У меня было такое сравнение, как-то на коломенском языке делала передачу и там говорила, что, вы знаете, вот идентичность – это тот один пазл, которого не хватает нашей молодежи. Вот это как красивый ковёр, дорогой красивый ковёр. Но если у него в одном месте стёрся рисунок или он имеет какой-то дефект, то цена этого ковра сразу падает. Какой бы он дорогой, какой бы он красивый не был. Так и человек. Если у него нет вот, не хватает пазла в его вот, нет у него этой идентичности, есть у него работа, есть у него образование, есть семья, всё у него есть, да? Не хватает. Вот что он уже чувствует обесцененным себя, понимаете? Как бы неполноценным. Поэтому это, во-первых, природой заложено. Каждый человек стремится к своей идентичности. И также каждый народ стремится. Потому что идентичность, она бывает индивидуальная, коллективная, национальная, политическая и так далее. То есть это сумма каких-то признаков, строго индивидуально набранных. Поэтому как отдельно взятый человек, так и народ, каким бы он ни был, большим, малым, он всегда должен жить в согласии со своей идентичности. Тогда вот этот ковёр, он полностью красивый, без дефектов, и тогда ему нет цены. Вот он действительно тогда ценный. Спасибо большое, Мария, за ваш разговор, за ваше мнение и ценные знания. Ну, а нашим зрителям и слушателям канала Бурят Монголы РХТН мы попросили бы вас после этого разговора задуматься для себя, что такое для вас национальная идентичность, как вы понимаете национальное достоинство своего народа, кем вы себя определяете, и как бы вы хотели видеть, каким бы вы хотели видеть будущее своего народа. Напишите об этом в комментариях. Спасибо и всего доброго. До свидания, Мария. Да, до свидания. Баэрта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова